Здравствуйте, дорогие подписчики и гости нашего канала! Сегодня мы вам устроим небольшую экскурсию по набережной в городе Ростове-на-Дону, которая является любимейшим местом отдыха ростовчан и гостей города. Так начнем, с самых загулков набережной. Мало кто из ростовчан и тем более гостей города был в этом месте. В самом северо-восточном углу набережной находится памятник в честь основания Тимирницкой таможни. Река Тимирник протекает здесь неподалеку и считается, что здесь когда-то была южная таможня страны. Памятник изображает собой Петровского офицера. Пойдемте же дальше. Самое главное достопричайство этого места – к реке Дон. Дон является пятой по протяженности рекой Европы. Ее длина почти 20 тысяч километров. Она протекает по двум крупным областям России – Воронежской и Ростовской. И она судоходна за Воронежем и до Азовского моря. Средняя глубина реки – от 3 до 5 метров, максимальная – до 25. Прямо против нас находится железнодорожный мост. Раз в день в 6 часов вечера его разводят, чтобы провести большие баржи. За последние почти 150 лет – это третий или даже уже четвертый мост на этом месте. Лети. Ну, ты че? Лети. Ну, давайте же еще немножко пройдем вдоль набережной. Я думаю, вы и так все знаете, что все реки Юга России и Сибири были заселены казаками. Казаки, как известно, люди служивые и у них были лошадь. И здесь вы наблюдаете Донскую издобаву, развлечения любительщик, купание коня. Когда жарко, очень хочется искупаться. Это изделие из стекла и бетона является одним из самых дорогих объектов невижимости в городе. Из-за карантина пассажирскую навигацию в этом году отменили, поэтому вы можете полюбоваться полной ростовской флотилией. Суда стоят на протяжении всей набережной. Это здание – старый речной вокзал. И на нем, кстати, сохранился старый советский герб Ростова. Сейчас в нем в основном находятся супермаркеты, рестораны и ночные клубы. А вот это уже классический герб. Впереди у нас здание бывшей гостиницы «Якорь». Жаль, а это уникальное здание, построенное в советские времена как часть ночного вокзала, сейчас находится в очень плачевном состоянии. А жаль, проект его уникальный и до сих пор является символом Ростова-на-Дону. Ну а сейчас мы выходим, что называется, на оперативный простор. Здесь я встречаю памятник знаменитому советскому писателю Михаилу Шолохову. Он является лауреатом Нобелевской премии по литературе. И его самое знаменитое произведение – это «Тихий дон». Дальше по набережной мы еще неоднократно встретимся с его героями литературных произведений. Промежуток набережной между проспектами Буденовский и Ворошиловский является самым посещаемым и людным местом в городе. На противоположной стороне улицы находится гимназия номер 35. Я в свое время провел два последних школьных года в этой гимназии. Не могу сказать, что это были лучшие годы в моей жизни, но однозначно это повлияло на мою дальнейшую жизнь в будущем. Но давайте же вернемся чуть-чуть назад. Сейчас вы видите новинку на набережную. Это здание построено только-только. Его даже еще не успели открыть. Я думаю, что это будет опять картинная галерея, которая в свое время очень хорошо мозолила некоторым людям в глазах. Шли долгие споры – оставить его или снести. Но в принципе новое здание лично мне очень симпатично. Я думаю, оно будет украшать набережную в дальнейшем. Ну а так мы имеем очередную забаву. Кстати, мы обязательно обратим ваше внимание на места для удачных фоток в ваш инстаграм. А здесь мы можем глянуть за забор и узнать, что же будет в этом месте в будущем. Кстати, вот вам и первый инстаграм-чекпоинт. Буквально сразу же на переулке Соборно. И хотя в последнее время я немного забросил свой инстаграм, у вас сейчас есть прекрасная возможность лицезреть нас вдвоем в одном кадре. Что бывает крайне редко. Практически на переулке Соборно нас ждет очередная достопримечательность. Это фонтан – один из самых красивых на набережной. В виде девушки, которая зовется просто Ростовчанка. Наверное, не многие помнят, но раньше это не было фонтаном. И девушка стояла спиной к речному вокзалу. Если вы поставите видео на паузу, то можете прочитать стихи льва-ошадь. Кстати, ночью этот фонтан пытается прорвиться в цветовозе. А вообще, пожалуй, это моя, наверное, самая любимая рескультура на набережной. Девушка то ли греется на теплом ростовском солнышке, то ли просто хочет нас всех обнять. Но это довольно приятная композиция. Если пройти дальше по набережной, то в одном месте можно увидеть сваи от старого моста, который проходил здесь в дореволюционные времена. Он проходил от переулка Соборный до левого берега Тона. В этом же месте, но со стороны набережной, мы можем увидеть странную железную скульптуру от автора, который решил остаться неизвестным. Для ее создания он использовал детали от старых автомобилей и бытовой техники. Эта скульптура развлекала гостей Олимпиады на последних зимних Олимпийских играх. За монетку он лихо сыграет вам старые казачьи песни. Очень интересно слышать английскую речь во время карантина. Интересно, кого они плодаются за звать? Если у вас есть лишние 26 миллионов, вы можете приобрести себе кафе-магинок. Если нет, то вас всегда ждут в Макдональдсе. Набережная Ростова это семейный отдых. И здесь довольно много развлечений для маленьких детей. Также вы можете купить билеты и покататься по реке ДО на прогулочном теплоходе. Дешевле всего вам это сделать? Недельник с утреца. Или взять у мамы пенсионный. Цены и время можно посмотреть, если поставить видео на паузу. Кстати, у нас на канале есть видео как раз таки с такой прогулочки. Если вы хотите посмотреть, пройдите по ссылочке в верхнем правом углу. Дальше нас встречает так называемый Петровский фонтан. Кстати, основную часть видео мы снимали 1 июля, и температура на солнце было больше 40 градусов. Фонтан выпускает 105 водных струй, которые постоянно меняют свою высоту, бьют то сильнее, то слабее. Тем самым создавая некий танец. Петровский фонтан являлся первым фонтаном в Ростове, который не имел чаши бассейна. Точнее, чаша для сбора во льды спрятана под поверхностью земли. Фонтан представляет собой плоское полотно плитки с металлическими решетками, в свойств которой вода проходит под землю. Вечером он превращается в цветомузыкаль. Но цветомузыка работает только в пятницу, в субботу, в тени, в определенное время. Фонтан заложил возможность исполнять десяток различных вариаций водно-световых танцев. Право и слево от пандана мы опять встречаем героев шелоховских произведений. Одно из них это детский пламя. Но не футный детский, его слога. В котелке у него не заяц, а лепушек. Почему так? Читайте. А другая статра это нахоленок на плитке. Беспризорный мальчик из Тихого Дона. Эти две скульптуры автор сваял с разницей в два года. Дальше на набережной находится любимое место в молодожи. Оно называется аллеи влюбленных. С одной стороны набережной мы имеем память танцующих журавли. Журавли очень привязаны друг к другу. Их танец олицетворяет любовь, гармонию и красоту. Скульптура выполнена из металла и ночью имеет цветную подсветку. А вот с правой стороны набережной находится небольшая роща деревьев, на которой молодожены вешаются замки, которые символизируют крепость их семейных пус. Это арт-объект Индустриальное сердце. Эта необычная композиция была создана 11 Международному инвестиционному форуму в Сочи в 2012 году. И была представлена для мероприятия под лозунгом Ростовская область – новое индустриальное сердце России. Все шестеренки-клапаны тогда работали без предметов. Кстати, все эти катера-явты и лодочки вы можете взять в прокат прямо на набережной. Че дальше на набережной прячется одна из самых, по-моему, ужасных культур, которые находятся на набережной. Что они сделали с нашим нимашей и медведем? Как так можно было? Не даром его убрали с глаз долой. Видимо, из-за карантина народ решил немножко сэкономить на садовнике. Или, может быть, у вас просто стало не модно подрезать деревья. До 1956 года на этом месте стоял памятник Иосифу Сталину. Но после 20-го съезда КПСС ему сделали сикир башка. И теперь мы имеем великого поэтарского писателя Максима Горького. Поработав две недели в порту грузчиков, он получил себе памятник на набережной. Пойдемте же дальше вдоль реки Тона. Здесь мы продолжаем наблюдать ростовскую флотилию. В Ростове имеется довольно неплохой резчик по дереву. К сожалению, я не знаю его имени. Но его произведений довольно много в наших парках. Очень мило и неплохо сделано. Они действительно украшают наш город. Дальше по набережной мы опять встречаем героев в Шолоховской произведении. Это казак и казачка Григорий и Аксиния. Они сидят в лодке. Здесь вы можете сфотографироваться для своего инстаграма. Еще не так давно на левом берегу Дона был еще один памятник, посвященный этим двум человечкам. Но его, к сожалению, увезли на родину писателя. Я думаю, что молодежь сейчас гадает, что же за странное здание перед нами. Это был старый советский 3D-контеатр. Прибой. Перед нами Ворошиловский мост. Он был построен в 60-х годах прошлого века. Перед чемпионатом мира по футболу его реконструировали. Добавили лифты, которые теперь работают в основном только по выходным. В свое время он строился по уникальной для СССР технологии. Это была клеевая технология, которая позволила не использовать сварные болтовые соединения. Что позволило уменьшить вес всей конструкции. Но в дальнейшем она не выдерживала наплыв автомобилей. И ниже по течению был построен еще один мост. Не многие уже помнят, но когда-то набережная заканчивалась в этом месте. А сейчас здесь выседает довольно странная скульптура Дону Батюшки в виде казачьего атамана. Какое право он имеет держать в руках державу? И почему у него такой странный трон? Ведь символы казачьей власти это скипетры и булавы. Эти вопросы надо задать автору. Эта часть набережной появилась только в 1971 году. И здесь много советских памятников того времени. Советский культ про свет просто прет от некоторых из них. Эти пионеры-спортсмены сохранились здесь с 50-х годов прошлого столетия. И это была одна из первых скульптур на восстановленной после войны набережной Ростова. Это прям таки шедевр советского реализма. Кстати, большинство пнехтов на набережной уже более 100 лет. При реконструкции набережной их извлекли из земли и выяснилось, что их длина около двух метров. Пройдя чуть дальше по набережной мы попадаем к еще одному месту для вашего инстаграма. Это произведение называется художник. Вы можете сами дополнить картину. У меня тоже есть диплом художника, но живопись ее занимаете крайне редко. Дальше по набережной находится довольно странное произведение из пластушки. Называется крепость. И ему в последнее время зачем-то прикупили андрейский флаг. Камин хочешь дома? Камин недорог, да? Да, из камешков. Вообще, конечно, Ростовская набережная очень красивое зеленое место. Здесь вполне приятно просто даже пройтись прогуляться по свежему воздуху. Наверху даже есть смотровая площадка. Но иногда ведь портят вот эти здания. Как будто бы 75 лет победы прошло только вчера. И немцы ушли на днях из города. Готов поспорить, что немногие гуляющие на набережи знают, чье имя оно носит. А ведь это великий русский адмирал, командующий Черноморским флотом, командира русско-турецкой эскадры в Средиземном море Федор Федорович Ушаков. Он начинал свой родный путь кадетам в Азовской флотилии. По его собственным словам, он не потерял ни одного корабля. Ни один подчиненный не попал в плен. Ушаков одержал победы в 43-х морских сражениях и не потерпел ни одного поражения. Дальше нас встречает еще один советский монумент, посвященный Степану Тимофеевичу Райсину. Предводитель христианского восстания в середине 17 века. Он тоже был рожден и воспитан на Дону. Ряд с белоснежной лагьей, фигура атамана, его соратников и персидской книжной. На Дону имеется еще немало памятных мест, связанных с этим легендарным атаманом. Но пойдемте дальше. Нас встречает очередное образование путинской эпохи. Памятник пограничникам всех поколений. Он был поставлен в конце 2014 года, создавался по инициативе Совета ветеранов и пограничников Ростовской области. Композиция памятника отражает истории и традиции пограничных войск России, в том числе и на Дону. Создавался наследством ветеран Баран войск. Когда твой родственник был капитаном на теплоходе, ты постоянно испытываешь некоторое трепетное набережное впринципе. Если вы досмотрели это видео до этого места, то, скорее всего, оно вам понравится. Если вы хотите, вы можете писать другой наш ролик, посвященный нами, который был снят перед Чемпионатом мира по футболу. Он был в ТОПе Ютуба и Яндекса два года. Обязательно напишите в комментариях, понравилось ли вам наше новое видео. Это стеклянное здание и застроенный отель, который пытались ввести в эксплуатацию перед Чемпионатом мира по футболу, но не успели этого сделать. Постепенно мы приближаемся к окончанию набережной. Мы надеемся, что Фоккина этой олимпийской горке прекрасно украсит ваш инстаграм. Я думаю, вы удивитесь, узнав, что есть около ста холик-почтажников и почти 150-300. Было бы очень странно, если бы главному деликатесу Дона не было уделено местам на логике. Итак, олицетворение вкусов россиян и любовь местных ребятишек – рак. Считается, что донские большие раки очень вкусные и вы можете их отвернуть прямо на найду. Здесь я лучше не буду докучать вам своим голосом, просто любуйтесь видом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова А это мемориальная доска детища трубопроводной компании. К сожалению, в некоторых местах очень много водорослей и дом выглядит неопрятно. Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Сейчас мы приближаемся к последнему скульптурной композиции на набережной. Она посвящена многочисленным людям, которые стоят вдоль набережной и ловят рыбу. Эта скульптура называется Рыба. Как по мне, она передает всю экспрессию, весь азарт рыбной ловли. Что называется, мой респект автору. В связи с тем, что щука очень похожа на крокодила, в простонародье называют рыбак и крокодил. В дальнем берегу находится новый парк для левопережных и новый стадион Ростов-Арена. Это пятиэтажное сооружение с тремя рядами тревога, вместимое в 45 тысяч человек. В ночное время имеет интерактивную подсветку по всему стадиону. Строительство Ростов-Арены стоило почти 20 миллиардов рублей. К сожалению, на этом месте пока набережная заканчивается. Но в планах увеличение ее до зеленого острова. На этом пока все. Субтитры сделал DimaTorzok Сразу досмотрели до конца, я надеюсь оно вам понравилось! Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, у нас еще будет много для вас интересного! А пока, всем пока! Увидимся в будущем!